Помните, в каком году была Отечественная война? Первая Отечественная? Да, да, да. Честно, не помню. Она еще называлась Отечественная война 1812 года. Не помню, честно. Не помните ее, да? И с кем воевали? И с кем воевали, тоже не помню. А кто тогда воевал и с кем? Российская империя, наверное, тогда была. И воевала она против Наполеона. Ну все верно. Давайте я буду называть полководцев. Вы будете отвечать, относятся к той войне или не относятся? Давайте. Кутузов? Думаю, да. Прокоссовский? Наверное, нет. Я вообще не знаю, кто это. Парклай-де-Толе? Звучит круто, поэтому да. Ага, Петр. А героев той Отечественной войны не помните? Сейчас скажу, где он, кто точно. Александр Донецкий был тогда? Нет, это раньше было. Это раньше. Вы меня не путайте с нынешним нашим поколением. Эта школа же, вы что? Кутузов. Кутузов, точно. Кутузов наш был. Благодаря его стратегии мы победили, так сказать, сожгли Москву. В январе этого года ТАО решила вспомнить такой некогда популярный телевизионный жанр, как уличные опросы. Мы задавали школьникам и студентам самые простые вопросы по истории России, которые, к нашему удивлению, застали их врасплох. Не все, нет, но зачастую самые элементарные, как, например, современное название Сталинграда. Как называется город, который тогда назывался Сталинградом, сейчас? Ой, ё-моё, представляющий, забыл. На какой реке был, кстати, лед? Ну, рядом со Сталинградом. Да. Так, а какие это, Сталинград это какой город сейчас? Терпение, майор. Волга, может быть, может быть, нет. Сталинградская битва, слышали такую? Да. В каком городе происходила эта битва? Град, Ленинград. Давайте, говорите. Ну, в Ленинграде. Как сейчас этот город называется? Питер. Ну, как сейчас этот город называется? Как мне стыдно, вы не представляете. Ну, наверное, не помните год, когда была Сталинградская битва, но хотя бы место, как сейчас это называется? Сталинград? Нет, не скажу. Сталинградская битва, он что-то говорит? Сталинградская? Это вот, которая Ленинград, Петербург. Да. Хорошие вопросы вы задаете прям вот. Я уже тут сгорел от стыда на самом деле. Зрители ТАУ критично отнеслись к нашей работе, предположив, что мы показали им только неучей, оставив за кадром отличников и отличниц, дававших правильные ответы. Со всей ответственностью заявляем, ни одного нашего респондента из числа опрошенных в течение двух дней мы не утаили. За исключением взрослых екатеринбуржцев, выросших из школьных и студенческих одежд. И вот сегодня закрываем и этот последний наш должок, знакомя вас с ответами работающих уральцев. Первое, о чем мы спрашивали абсолютно всех прохожих, это о Великой Отечественной войне. Кто-нибудь помните о той войне? Когда она и с кем вообще кто воевал? С немцами была война, вот, была тяжелая, много людей погибло. Какие годы она была? Долго ее продолжалось? Пять лет, по-моему. Вы можете назвать, вот с кем воевал Советский Союз в годы Великой Отечественной? Естественно, с Германией. Кроме Германии, были еще страны у них союзники? Конечно, Италия, Япония, плюс страны Европы, которые они завоевали, Румыния, там, по-моему, Болгария или Венгрия. А наши союзники? Наши союзники, ну, так называемые союзники Англия, Америка. Сталинградскую битву помните? Да, помню. В каком городе она происходила? В Сталинграде. В Сталинграде, правильно. А на какой реке? Ха-ха-ха-ха, не скажу. Ну, как сейчас Сталинград называется? А, Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Как сейчас называется Сталинград? О, вообще без понятия. Расспросили мы взрослых екатеринбуржцев и о героях, чьими именами названы улицы по всей стране. В этом вопросе знания старшего поколения в целом казались глубже, чем у подростков. А помните таких молодогвардейцев? Естественно. Это, по-моему, где-то Ростов-на-Дону. Нет, ближе, по-моему, сюда. Где-то тут, вот, на Украине. В Луганской области, да, в Краснодоне. Вот, 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 вот. Во, Краснодон, точно. А они что делали? Тоже это же молодые парни были, которые еще вот только школу, там, может, даже и не закончили. Сейчас слышим с памяти этого у меня. Тоже подрывали деятельность эту фашисту, там, в тылу у немцев они. Подвиг Гастелло не помните? Что-то такое припоминаю, но именно конкретно про что не скажу вам, честно, не скажу. Зоя Космодемьянская говорит что-нибудь? Да, было такое. За что ее? Ну, она же снайпером, по-моему, была? Или это не она? Женщина у нас тоже, этот, герой Советского Союза, которая снайпером очень много тоже фашистов убила. Только, честно, не помню, фамилия была такая. А помните таких? Олег Кашевой? Нет, Кашевой не помню. Ульяна Громова, вот видите, сам тоже посматривает. Нет, не помню, таких не помню. Это молодогвардейцы были. Помните такое движение было, молодая гвардия? Было такое. А что они делали? Воевали. Воевали. А декабристов слышали? Кто это такие? Это ребята-бунтари, которые были недовольны ситуацией и говорили об этом. Еще они были интеллигенты, поэты, писатели и так далее. А декабристы, это какой у нас, какой век, какие годы? Это что-то при Пушкине, по-моему, декабристы были, да? Ну, там даже его друзья лицейские, конечно. Ну, честно, года, вот не помню, у меня вот с цифрами напряжно, скажем так. Ну, с цифрами, ладно. А против чего они хотя бы протестовали? Чего им не жилось-то спокойно? Не жилось что-то им неспокойно. Всю жизнь живем, и что-то нам неспокойно живется. Смотришь телевизор и удивляешься, как люди таких вещей не знают. Ну, так а сейчас, просто видите, сейчас с Украиной, что вот это получилось, да? У них же там вообще историю всю переписывают. Сейчас же вообще вот так вот все, шиворот-на-выворот будет, поэтому... Скажите, а из современных героев вы кого бы могли выделить? Самый главный герой – это Джинджер Бейкер, который недавно умер. Это барабанщик группы Крим. Вот он, реальный герой. Ну, я смотрю, тоже барабанщик, как идете постукивать, и не видим палочек. Ну, так и есть. Всего хорошего вам. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...